Количество людей, пришедших на научно-практическую конференцию по наследию Владимира Высоцкого, красноречиво свидетельствовало о том, что поэзия Барда продолжает жить, а на по сей день вдохновляет людей. В зале библиотеки имени Пушкина присутствовали даже те, кому посчастливилось быть лично знакомыми с известным исполнителем. В этот день они делились впечатлениями от общения с Высоцким, поведали много нового о жизни и творчестве русского Барда. Научно-практическую конференцию уместно дополнила выставка литературы о кумире миллионов. Одной из книг, представленной на ней, стала книга стихов Высоцкого в переводе на белорусский язык. Автор издания – давний поклонник творчества Барда. Ян, как никто, инш из советских поэтов, рассказал нам про тое житё, показал его сутность. Никто так не раскрыл сутность советской системы, как ян. Хотя это не только Алина Иперш, мне близко. По случаю Бартфорума в Брест приехали и участники клубов любителей творчества Владимира Высоцкого. Таких объединений в Беларуси немало. Любопытно, что некоторые из них существуют довольно продолжительное время. Минский городской киноклуб Высоцкого, например, насчитывает десятилетнюю историю своей деятельности. То, что смог сделать Высоцкий за своих 20 творческих лет, то есть 20 лет работы в творчестве, в искусстве, конкурентов нет, никто этого не смог повторить. Конечно, есть замечательные имена Дмитрия Лихачёв, Солженицын, Шаламов, Шукшин, Тарковский, но Высоцкий среди них – одна из крупнейших фигур. Песни, написанные Владимиром Высоцким, до сих пор звучат. Их любят, к ним обращаются новые поколения. Я слезами горькими горбую, с улыбкой мою, И на годы долгие дверь закрою, Наклоюсь над озером и пою, и пою, То и смотрю как в зеркале, что с тобою. Концертная программа проходила в тёплой дружественной обстановке. В зале собрались все те, кто когда-то открыл для себя Владимира Высоцкого. Любовь к творчеству актёра, композитора и исполнителя в этот день объединила поклонников из разных стран. Это сближает людей, народов, я не знаю, это вообще поэзия, это искусство, это переплетаются души людей. Мы таким образом общаемся, мы так и должны общаться на языке стихов и на языке искусства. Бартфорум собрал в Бресте поглонников творчества из Беларуси, России, Грузии и Израиля. Личность Владимира Высоцкого интересна представителям старшего и молодого поколения. А это говорит о том, что уже сегодня можно смело предположить, Бартфорум в будущем перерастёт в международный фестиваль. Благодаря усилиям городских властей, существенной спонсорской поддержке, желанию любителей творчества Высоцкого собраться в одном месте и состоялся международный Бартфорум. Масштаб мероприятия, огромный интерес к нему среди белорусов и гостей нашей страны поразил даже организаторов. Это как раз то мероприятие, которое было поддержано просто от простых людей, которые гости на нас и посчитали, что вот это будет очень интересно. Тем более, что в Высоцкий и Брест есть пересечения исторические. Он часто выезжал за границу, останавливался в гостинице «Бук». Родственники Высоцкого тоже родом, будем говорить так, сбрещены. И вот это все вкупе, плюс желание организовать вот такой фестиваль, Бартфорум, мы надеемся, он будет фестивалем. И послужило проведению этого мероприятия. София Бережна, Евгений Проснель, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».